Полкило! Чего? Смотри, у меня в унитазе какие-то люди. Ты, походу, в кинотеатр насрал. КОНЕЦ Конечно, я думал, что моя девочка выберет себе что-нибудь получше. Но ничего, как говорится, в семье не без урода. Но не об этом я сейчас хотел сказать. Ты чё, дурак что-то? У меня однажды был случай. Катус, я бы сказал. На, повеселее будет. Ты чё, сдурел? Чего? Я на свадьбе, в конце концов. Да ладно. Мы похоронах же. Давай. Я не буду и не умею. Здоровая. Не сильнее, наставник. Я не могу. Я не то, что вы якнули. Вы меня не понимаете. Но вот, олень заходит слева в бок, а я справа. А она уходит. Мы за ней. И представьте, я её почти догнал. Олень, конечно. Конечно, милей, да же. И вот тут. Да! Вот я хочу. Я же пришёл. А не над тем, чтобы потрули то, что сидят свадьбы. Никакого неверного, где-то. У меня такая флага могла быть свою дать. Да-да-да-да. И у меня вам охранится, ладонек, с такими глазами. Отказали, что все мы в этих лучах от радости и от счастья. А вот был другой случай. Мы будем во им слушать. У меня. Садитесь. Никак не могу понять этих педиков. Что они нашли друг в друге? Вот мой кузен 10 лет подряд был педиком. Потом завязал. Но был же! И вообще, откуда? Откуда они взялись? Они, они как вампиры. Один жалит другого, а тот сразу становится педиком. А эти гей-парады по всему миру, чему они радуются? Ура! Я пидорас! Хе-хей! Эй, где я? Вольнов, Вадим. Ненавижу! Ненавижу педиков! Ненавижу! Ненавижу педиков! Вольнов, Вадим! Важно! Это все-таки? Ненавижу? Да, это всё. М Pinterest, то, что я оформлю! С rhyрун whatever. В прошлым penser вам А, какие-то счается. Вальнов, Вадим. Да. Проходите. Извините, а... А где я? Проходите. Где я? Проходите очередь, не задерживайте. Туда? Туда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините, а где я? Эй! И кто вы такой вообще? Поздравляем вас. Это самый часто задаваемый вопрос. Скорее всего, это ваш последний шанс блеснуть смекалкой. Итак, у вас есть четыре варианта ответа. Тот, кто сейчас сидит перед вами, это... Гном, президент, фея и бог. А можно звонок другу? Нельзя не получиться ты вне зоны действия сети. Я ничего не понимаю. Это бред какой-то. А где... Где мои друзья? Где мои гости? Где моя жена, в конце концов? Их время еще не пришло, Вадик. Я не понимаю. Что значит не пришло? А? О! Что значит не пришло? И вообще, откуда вы знаете мое имя? М? Нет. Нет. Я что, умер? Может, нам сначала стоит поздороваться, хотя я не очень рассчитывал на это. Да. Да. Добрый... Доброе... А что сейчас? День. Здесь всегда день. Конечно. Добрый день. Добрый день. Это что, розыгрыш, да? До этого не может быть. Не могу же я откинуться на собственной свадьбе. Мы можем проверить, существует. Статистика, пожалуйста. Вот. Девяносто трехлетний гражданин Франции умер на собственной свадьбе. Вчера. Ага. Но я гораздо моложе. Угу. Вообще, что вы... Что вы себе позволяете, а? Я буду жаловаться. Кому? Умоляю, пощадите. Пощадите, простите, пощадите. Я люблю жить. Верните меня обратно. Возьмите все, что угодно. Я готов понести любое наказание. Болезнь. Например, облысение, плоскостопие, повышенное облысение. Я могу жить с одним яичком, в конце концов. Почему я? Почему я? Возьмите моего отца. Он старше меня. Он хороший человек. Джип. Возьмите джип. Ты расщедрился. Джип, отец, яичко. Хорошо. Я готов пойти на любые ваши условия. Я могу быть нищим, педиком, женщиной, в конце концов. Да, ради бога. Дрослый человек. Ну, что за детский сад, ну? Ну, все, пошутили, хватит. Вы же добрый. Вы же не хотите оставить троих детей с ротами. Какие дети? У тебя нет детей. Откуда вы знаете? Я про тебя знаю все. Ты начал пакостить с той минуты, как появился на свет. Помнишь, как твой отец приезжал забирать тебя в роддоме? Твой отец приезжал забирать тебя. Твой отец приезжал забирать тебя.